Таня, я прошу прощения, ну Ярослав все-таки 15 лет тому назад тоже уехал, поэтому он меньше наверное все-таки знает то, что происходит на сегодняшний день в Минске в частности или в Беларуси, но тем не менее, как обстоят дела, ну мы знаем все-таки Китай, Индия, вот я посещаю Индию. Центр Санге, на самом деле это центр здоровья, я бы сказал центр знания, которые знания дают соответственным образом здоровья, и поэтому мы знаем, что весь Восток как-то он по-другому функционирует, если у нас, я уже говорил, мы об этом говорили, Ярослав, если западный мир энергию измеряет в джоулях, то вот в Китае почему-то энергию в джоулях не измеряют. Как обстоит дело с восточными вот мудростьями, как обстоит дело в Минске, в Беларуси с тем, что все-таки материальный мир, западный он, ну мягко говоря, другой, чем восточный мир. Как к этому относятся, вот разделение на элементы, тонкие элементы, там воздух, земля, огонь и так далее. Чем вымирают с энергией беларусы? Ну да, можно сказать, да. Как есть что-то какое-то вот мировоззрение изменилось за вот эти там 20, скажем, лет? Ну, есть шмат людей, которые захопляются такими рычами, как исходная философия, как йога. Йога вельми популярна в Минску. У нас навык есть часопись, который называется «Йога плюс лайф». Вельми добрый часопись на русской мове, я сама его читаю. На русской мове, которая называется «Йога плюс лайф». Так, «Йога плюс лайф». Йога на санкрысе, лайф на англесском. Йога на русском, да. Часопись на русском. Да, не, ён увесь, назвався на англесской мове, часопись на русской. Я сама его читаю, люблю, и там пишуць про медитации, про розную кухню, там интервью з людьми, які пабывалі в Тибете, альбо выкарастовуюць гэтые все практики. Вельми шмат студиў, йоги. Сама, допустим, я читаю не беларускі сайты, не російські, а на эту тему. Я читаю сайты, які створили естонцы і малазийцы, допустим. Мені цікаво просто. Там іные, ну, я потім могу поділіться. Це цікаво, і тема для мене так само. Так, конечно. Це наша тема. Таня, усьо, ти наш чоловік. Да, і вот я как раз хотів сказати, якщо Таня це інтересно, она наш чоловік. Так що в следующий раз ми втроємо в ефірі на русському язіке. Надіюсь, Таня по-русськи говорить точно так же замечательно, як і по-беларускі. Таня, тому ми можемо і на цю тему поговорити. Я просто, чому задаю вопрос, тому що одна моя дуже хорошая знакома, яка уехала із Минска де-то лет 35-37 тому назад, она говорит, она первый раз посетила Минск за ці 35 років. І она говорит, ну, для тебя, для мене, і для центра, це, ну, просто, так скажемо, поле непаханне, тому що зараз все відкріто, і тепер люди дійсно інтересуються цими восточними філософиями, науками, восточними енергию, неизмеряемою, повторяю, в джоулах. І якщо ти туди, мол, там, де-то приєдеш і будеш розказувати, то це буде спринято, ну, вполне адекватно. Не какой-то там, вот, приєхав там откуда-то, там, запада, там, или там, тем более, ще з Індиї чоловік, який що-то говорить какую-то ерунду. То есть люди вже стали, ну, образовуватися в этом, именно, ключе. Я ведаю людей у Минску, які наведували центры йоги, допустим, у полдньової Америці, вони жили в джунглях, альбо, ну, вставали там с першими промнями солнця у 4 години раніця у летку, ходіли дзість і медитіровали в гарах. Ведаю людей, які езділи в Індію, так само, у такі, такі місцы. Ну, у Минску єсь такі люди, просто я не бачу всіх, сама не наведваю. Нажаль, нажаль. Відсі, вони сидять там медитацию, ілі там, ілі тут, ну, паэтаму, ви їх, якби, не відець. Медитация – це вільми просто. Я сама умею гэта робіць, і, ну, цікавая вільми речі доведалась дзякаючы гэтаму. Гэта у мене почалося гады, може быць, 5-4-5 гадалу таму. Ви відаець, в Беларусі адною, че наступіў момент, ў кожнага може быць у розныя дні, але был адзін дзень, калі для многіх людзей. Вось, калі адбылся разгон площы 10-го снежня 2010-го года, пасля ўсіх гэтых вобшукаў, варвання ў КДБ і гэтак далей, раніцей мы ехалі да хто адкулі, хтось ці з офісах, хтось ці спад стен турмы. І мне было ў автобусі, калі я ехала, абсалютна ясно, што ў нас тры шляхі – турма, іміграція, альбо некая такоя балота і дэсідэнства прээтым. І я паддумала, што трыбай знайсці четвёрты шлях, таму што мне ўсі три не з усім падыходзіць. І я варшала, што трыба шукаць ці шлях нутры сябе. І таде я зацікавілася медытаціями, практиками, йогі і гэтак далей, розными такими рэчами. І шмат для сябі нового адкрыла, таму просто я гэта не разсказываю ўсім, ўсім, кого бачу, скажім так. Вот у нас тут можна разсказывать усім. У нас тут можна. І шас, Таня, ти упомінула насчёт тюрми, я вспомнил как раз ту саму пресловутою уліцу Володарського, де був самій главний роддом, де рожали практиці всі. А напротив цього роддома тюрма, я не знаю, щас вона є чи ні, і прямо закон тюрма. Йош, ёс, 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 це на ліпші жадна. Це просто удивітельно. Такий шлях Білорусі, прозволі цю. Це просто удивітельно, да. Все це заховалося, і роддом, і тюрма, все на місце. Я літерально пазовчора там і шла, пабач. Просто я учілся в 30-й школі, которая находілась на революціонной, а это тот же самый, вот, как бы, маленький такой квадратик, і там довольна часто мы гулялі, там магазіны, там гастроном, там пажарка, цілі была. Час, наверное, ёс, 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 ёс. Гэта квартал зараз у нас весь реконструюецца, і там шмат будынка перабудовайцца, і будуюцца новы. Пажарка стоїць, але я не звернула увагу, ці ёс, там, пажарныя машыны, може быць, ёна зачыненая стоїць. Але гасічком ўс трэба, таму пажарка застанецца за усёды. Ну, вот так вот, незаметно, мы перешли от политики к каким-то, к какой-то философії, китайской, восточной. Ну, если мы, скажем так, будем закругляться, и я хочу напомнить нашим радиослушателям, те, кто будет это смотреть, поскольку программа, это будет, естественно, она записывается, она будет потом обработана и введена на канал YouTube центра SunGate. Если, кстати, кто-то хочет посмотреть или послушать это всё, то это мы идём youtube.com, youtube.com, и там мы находим SunGate Center. SunGate Center, там есть два канала, один на русском, один на английском. Ну, и вот после того, как она будет выставлена, эта программа, на канал YouTube, она появится и в Facebook. Ну, поскольку теперь уже у нас друзей много, и у Ярослава, мы, а у нас Ярослав, а теперь уже вот практически целая Беларусь. Я вот наблюдаю, сколько тут у нас в эфире людей слушают и сколько вот видели тот пост, который мы анонс сделали об этой программе. Ну, могу вам сказать, что, ну, это много. Вот у нас была до сих пор одна маг, как мы её называем, маг и волшебник, которая, кстати же, проживает там же, в Минске. Вот только у неё было больше, но у нас с помощью своих магических техник туда людей как-то нагнало, потому что там было, там, что-то за два дня, там полторы тысячи человек посмотрело этот пост. Ну, слава Богу, мы прибираемся практически к тысяче, и это всего за полдня, потому что анонс был выставлен где-то днём вчера, то есть в субботу вчера. Ну, вот таким образом. Михаил, можно о поршне об Итане, Татьяне, поколем, поколем, есть ещё час в эфире. Таня, протендент у президента Республики Беларусь Кот Барсик знайшоуся тяне. А это персонаж, или это... Это Кот Барсик, реально. Или это родственник. Кандидат у президента, он альтернативный, я хочу ведать, будут альтернативные выборы. То есть белорусский Дональд Трамп. Практически. Ну, послухайте, Сябры, это вельми сумная тема, мои коты вот утрауры сегодня целый день, после того, как я перепастила эту новину. Але хочу вам сказать, что мы с Сябрами обмерковали и вырошали, что политика альбо происки режима тут ни при чем, что это каханья. Так, что я просто збег, это свое некое ну там дзяучины и вернится. Оскольких кандидатов президента губили бабы, скажем так. Так оно и отрималось. Шершеля фам. Шершеля фам. Так мы и заканчиваем нашу программу. Нам на позитивном тоне. позитивном тоне. Вельми позитивном тоне. Неужели нынешнего президента может это сгубить? По-моему, он очень так это твердо стоит на своем пути. Барсик Мох. Серьезно? Ну, я вообще-то говоря, хотел спросить о таком известном и таком популярном и всеми любимом человеке, как Петр Миронович Машеров. Но, наверное, у нас уже время нет. Наверное, мы оставим это на следующий раз. Я думаю, что бабы кандидатов президента и самих президентов Николи при грамотном порядке они на дворот могли бы вельми допомогать. Альбо калиб сами стали президентами. Правда, я пока не ведаю, кто это мусить быть. А мы-то знаем морально морально может быть. Тогда я их вырежу с программы этой реплики. На всякий случай, чтобы вы спокойно себя чувствовали. А так не сдаемся. Все, дякую всем. Михаил, Татьяна. Я споделюсь, что мы узнели настрой многим людям. Да, дорогие друзья, мне остается только напомнить о том, что у нас в эфире было два независимых журналиста. Это Ярослав Беклемишев. Это Татьяна Снитко город Минск, Беларусь. Ну, а у микрофона был ведущий программы руководитель центра Сангейт Михаил Мелехов. И наши координаты такие. 8472269956. Если кто-то хочет задать вопрос Ярославу или Татьяне, если кто-то хочет что-то посоветовать, порекомендовать, обсудить, поспорить, пожалуйста, вы можете это сделать. По желанию главного, кстати, сказать, редактора, простите, Ярослав, я как-то забыл упомянуть о том, что вы недавно вступившую должность главный редактор посоветовали нам сделать на главной странице такой, скажем, в меню поставить такой тэб, это по-английски называется, или пункт, как форум. Поэтому у нас уже есть вот этот вот форум, куда любой желающий что из Соединенных Штатов, из Соединенных Штатов, или из Беларуси, Минска, или откуда угодно, может, в общем-то, сделать свое замечание, на котором постараемся ответить. Спасибо, Михаил, не постараемся, а на все реакции на форум я буду отвечать постоянно. Замечательно. Буквально с сегодняшнего дня. Да, ну и еще раз, мы, вы и мы можем все это дело посмотреть, узнать, если мы пойдем на тройное W sungatesradio.com sungates, это солнечная ворота в переводе на русский язык, на конце только буква S, sungatesradio.com и если мы откроем эту веб-сайт, то внизу страницы у нас будет плеер. Если мы нажмем кнопку play, то мы будем слушать наши программы, которые идут конечно же в записи, но они в то же время идут и в живом эфире, какой сегодня была вот эта программа, она шла в живую, причем напомню, впервые в Соединенных Штатах Америки эта программа шла на белорусском языке, то есть мы сделали, так сказать, почин на белорусской мове, и ну с этим мы все нас, вас, мы поздравляем, и большое спасибо Татьяна, большое спасибо Ярослав, и до будущих встреч в эфире. Спасибо. Спасибо вам доброго, доброго дня. Спасибо, и вам также. Спасибо. Игорь Негода. Редактор субтитров Редактор субтитров